О зеленении в Гродно ежегодно уделяют большое внимание. Новые виды деревьев и кустарников появляются на улицах и в парках каждую весну и осень. Только в этом году в Гродно высадили 4000 новых деревьев и 2000 кустарников. Но надо сказать, что особое внимание в городе уделяют экзотическим видам деревьев. Их можно встретить в парке Жилиберы на участке ботанического сада. Конечно, такой островок очень полезен для людей. Тут мы видим много экзотических видов. То есть было высажено около 50 видов разных, включая и сорта. Часть, которые были во времена Жилибера, часть, которые новые растения были. Например, было посажено гинго двулопастное, такой ровесник динозавров. Но, к сожалению, оно почему-то не прижилось. История Гродненского ботанического сада корнями уходит во вторую половину XVIII века. Тогда Жан Жилибер, врач и биолог, начал высаживать на территорию нынешнего парка полезные виды растений. Преимущественно травянистых. Современный же парк прежде всего служит прекрасным местом для отдыха горожан. А потому восстанавливали ботанический сад уже с упором на экзотические виды деревьев и кустарников. Многие из этих растений неприхотливы к почвам и к погодным условиям. А здесь, в парке Жилибера, на их рост и развитие влияют очень много факторов дополнительных. Это искусственное освещение, большой человеческий трафик и обилие выхлопных газов. Поэтому, считают биологи, если они способны выдержать такие условия, то вполне могут использоваться в озеленении города Гродно. Тем более, у них очень приятный эстетический вид. Многие из видов деревьев пока не примечательны по внешнему виду, но это лишь до момента цветения. Например, на территории парка Жилибера, вблизи фонтанов, растет тюльпановое дерево, которых в Гродно всего три. В европейских странах его в основном высаживают в декоративных посадках у себя на родине. В Северной Америке это дерево используется в технических целях. Из его древесины, допустим, делают музыкальные инструменты или бумагу, например. У нас, для нашей страны, это очень редкое дерево. Всего пару экземпляров. У нас в Гродно, это вот здесь, в парке Жилибера, взрослое дерево, 15 лет. И совсем молодые деревья в Каложском парке. По-моему, два дерева там высадили. Для того, чтобы горожане узнавали редкие виды растений в парке и понимали их значимость, в Гродно собираются сделать новые таблички в стиле 18 века, которые бы кратко рассказывали о каждом дереве, представленном в маленьком Гродненском ботаническом саду. Пока это лишь планы, и горожанам самим стоит остановиться на минуту и посмотреть на ту уникальную природу, которая их окружает. Однако и это сделать бывает весьма трудно, особенно проходя по центральным улицам города. Уже в середине июня горожане замечают непривлекательные внешние липы. Блестящие, будто сладкие и липкие на ощупь листья этого дерева привлекают внимание ежегодно. Дерево активно используется в озеленении города, а потому этот вид растений встречается Гродницам регулярно. Причем в летний сезон имеет не всегда привлекательный вид. Причина такого явления известна немногим. Все дело в том, что листья деревьев поражаются липовой тлей. Небольшие насекомые питаются соком этого деревянистого растения, из-за чего и появляется липкий эффект. Затем роса, которая образует тля, начинает стекать, в результате чего появляются темные лужи вокруг деревьев. К слову, такой непривлекательный вид имеют далеко не только липы. На каштанах все обращают внимание последние лет 10. Такие длинные, миннообразные ходы. Это делает гусеница мелкой-мелкой бабочкой. Бабочка мелкая, до 5 миллиметров величиной. Тоже часто с обратной стороны сидит, на нее не обращают внимания. А вот гусеницы ее прогрызают в листе ход, так называемая мина. Они коричневые. Когда их много, лист вянет, покрывается такими коричневыми разводами. Но это такой, зоологи говорят, монофаг. Эта бабочка, ее гусеница, точнее, питается только каштановыми листьями. Бороться с такими явлениями с каждым годом становится все сложнее. Так много тлин на деревьях появляется еще из-за того, что растения с годами становятся слабее. Свою роль здесь играет обилие выхлопных газов, неизбежных для города. А также шумовой эффект, который так характерен для оживленных улиц. Неприглядный вид для некоторых деревьев временами является самым нормальным, уверяют биологи. Ведь это неизбежные процессы. Бороться с тлей при помощи химикатов – не выход. Вредные пары могут принести вред здоровью человека. К тому же убить тех полезных насекомых, которые устраняют лю. Единственное, что может сделать человек – заботиться об окружающей среде, привлекая к деревьям полезных насекомых, поливая и подкармливая растения. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости ГРОНОПЛЮС.